МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас невеста и три жениха. Она строитель домов и собственного счастья Вадим. Еще один Вадим, скромный олигарх и активный путешественник Анатолий. А невеста у нас Ольга. Давайте посмотрим. Ольга, 25 лет. Всех возлюбленных считала потенциальными мужьями, но они бросали ее. А последняя выставила из своей четырехкомнатной квартиры на улицу. С 18 лет Ольга живет на реалити-шоу. Написала несколько книг, играет в театре. Считает себя лучшей телеведущей после Ларисы Гузеевой. Верит, что каждый мужчина будет счастлив от того, что рядом с ним такая идеальная девушка, как она. Ольге не нравится выносить свои отношения на показ. Выйдет замуж за того, кто сможет подстроиться под ее образ жизни и позволит ей капризничать. Давайте встретим Ольгу. Мы ждем вас. Здравствуйте. Ну вот мы с вами встретились. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Груди нет у нее. Но она высокая. Сделаем. Я себя чувствую, когда участники к нам приходят. Я себя сейчас точно так же ощущаю. Да, вот в шкуре. Почувствуйте. Да, да, да. Даже нервничаю немножко. Хорошо. Это мои верные преданные друзья уже несколько лет. Василий и Катя. Очень приятно. Василиса, к тебе как к профессиональному астрологу вопрос. Сегодня, во-первых, День блондинок. Да, кстати. С чем, кстати, вас обеиха поздравлять? Спасибо большое. Послушайте, ну про вас такое количество анекдотов ходит, что мама не горюй. Более того, про блондинок много, а еще отдельно про меня еще дополнительные книги несколькие. Правда? Василиса, не в этом ли кроются проблемы Ольги? Не с цветом ли волос это связано? Ну, мне кажется, что когда ты смотришь на меня и видишь меня тоже блондинкой эти три года, ты, наверное, должна понять, что все-таки анекдоты не оправданы. Я гораздо серьезнее. Нет, ну, во-первых, я еще смотрю на ваши отросшие корни у обеих, поэтому... Нет, неправда. Это, знаете, как из фильма. Сучка, ты крашеная. Ну, почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. У нас, кстати, еще и наращенные есть. Нарощенные? Да, да, точно. Сто процентов. Ольга у нас молодая. Пока еще. Красивая, яркая, хорошо зарабатывает. Правда, на квартиру еще не заработала. Вот только, к сожалению. Это минус. Готовить не любит, но предпочитает кушать в дорогих ресторанах. Нет, я очень люблю готовить. Более того, готовлю очень хорошо. И я даже сейчас не обманываю, потому что я не имею права обманывать, потому что меня знает вся страна. И жила, значит, 4,5 года на реалити-шоу. Готовлю все, что угодно. Даже луковый суп жаркое, солянку грибной. Ты любишь луковый суп? А я сыроед. Сыроед? Отвлекательный. Ну тогда, вроде блинов. Хорошо, а отдых семье предпочитаете в ночных клубах, это так? Нет, в ночных клубах вообще очень редко бываю. Единственное, когда хочется потанцевать, жертву сном. Но это не значит, что я нахожусь с утра до вечера в клубах. Лариса, трудная невеста. Очень трудная. Почему? Ты личный любитель, а ну посмотри на нее. Все, рот открываешь, чтобы и по делу, и не по делу. На самом деле, да, меня переговорить очень сложно. Ольга молодец. Я язык подвешен. Пока мне нравится, да, очень все нормально. Мне тоже нравится. Скажите, вы откуда приехали? Я с вами в Петербург. Ага, ну то есть из столицы в столицу. Это небольшая ломка вас сопровождала. И вот вы с 18 лет в реалити-шоу. Ваши две, да. Жизнь оберечь. Личную жизнь я оберегаю, храню под семью замками, потому что для меня это очень важно. Я очень серьезно отношусь к семье, к мужчине. Если я люблю человека, то... Ольга, ну вот у вас было три таких вот ярких романа, да? Да. И все они были вот на вашем шоу или нет? Один роман был на шоу, и это был роман. Был такой этап в моей жизни. Роман с романом. Роман с романом, да. Мы встречались 3,5 года. И это были первые серьезные отношения. Мне было 18 лет, и, по сути, он меня и научил, и жить, и... А что ж тогда не сложилось у вас? Кто кого бросил? С романом, да. Ну так получилось, что вот закончилась любовь. Не дал им же Бекбедер, говорят, что 3 года, и любовь заканчивается. Ну это у глупых людей, у умных все-таки хватает мозгов для того, чтобы как-то видоизменять. Вы знаете, я очень часто занимаюсь анализом, потому что всегда недовольна с собой, и всегда пытаюсь найти... Это вы мне сейчас хотите объяснить, почему у вас не сиросло. Я очень часто думаю об этом, да. И сейчас я счастлива, что у меня не срослось ни с кем, с кем я встречалась. Потому что если я не с ними, значит, так лучше, значит, будет лучше. Каждое моё новое отношение, они лучше, ярче и более насыщенные. Наверное, просто мы не сошлись с характерами, как это сейчас модно говорить. Он слишком был жесткий для меня, грубый, и он меня очень подавлял. Нужно завоёвывать это сердце. Завоёвывать сердце. Я думаю, что уже завоёвано всё. А со вторым молодым человеком кто был? Второе, это вообще отдельная история. Это, мне кажется, я не знаю, или любовь, или ошибка всей моей жизни. Потому что очень-очень были отношения. Даже дело дошло практически до свадьбы. В прошлом году я должна была быть женой, и я бы никогда не пришла на программу «Давай поженимся». И что там получилось? И так получилось, что была сумасшедшая любовь. Два года. Причём мы преодолели такие трудности, потому что он жил в другой стране. Я ещё была участницей. Я к нему летала, а он ко мне летал. Мы не виделись неделями. И кто кого бросил? Он ушёл. Ушёл. Почему? Не объяснял? Он сказал, что меня очень сильно любит, но не может. Он говорит, что это очень хорошая девочка, но мне нужна другая жена. Выглядит искреннее. Да, чтобы там не говорили много, да про всех всё. Говорит, ну такая вроде открытая девочка. Любовь любовью, а денежка, как говорится, семью держит, в общем-то. Естественно. Да, в связи с этим у меня такой вопрос. Вот мужчина как должен ухаживать? Как вы поймёте, что это ваш? В моей жизни никогда материальные ценности не имели значения при выборе мужчины. Ровным счётом, как и внешность. Я встречалась с страшненьким мужчиной. Это был первый роман. Это не тот, который хоккеист или футболист женатый. А вот про него, кстати, расскажите. Я не обсуждаю эту тему. Почему? Ну, потому что это закрытая тема для меня. Ну, не уводите из семьи, нет? Я для меня это тоже принципиальная позиция. Я никогда не буду вмешиваться в чужой брак и никогда не буду его разрушать. А вот я пришла на программу, приятельница моя, которая говорит, что вы пытаетесь увезти у неё мужа. Это неправда. Он хоккеист, известный сейчас за границей. Да? Да, да, да. Нет, это неправда. У меня молодой человек, позапрошлый, вот с которым я встречалась, он занимался спортом, хоккеем. Но я никогда никого не уводила. Можно извратить информацию настолько, что... Да, это я согласна. Было А, скажут, было я. Неважно, где бы я повилась, с каким-то молодым человеком сразу же приписывают мне роман. И так, если почитать... А если бы с женатым-то пришли, это что вообще такое? Ну, если ты... Ты же можешь общаться с женатым мужчиной. Кто сказал? А зачем? Это... Общаться, дружить, мне кажется, это абсолютно нормально. Ну, вот, вот, поэтому... Вот у меня женатый мужчина, мой друг Василий. Покажи кольцо. Иди, я тебя поцелую. Молодец. А жена-то знает? А я бы вот хотела... Да, 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 разожмитесь уже. Да, уже пора. Уже пора, пора. Разожмитесь. А вот моя приятельница пришла. Я бы хотела... Ну, пусть она зайдет. Александр, зайди, милая. Я с тобой. Я тебя не брошу. Саш, не бойся меня. Потом разберемся, если что. А, она убила у кого-то парня, да? Садись. Здравствуйте, здравствуйте. Девчонки, где встречались? Я первый раз вижу эту девушку. Ну, конечно, мы знаменитости. Разве можем запомнить всех, кого обижаем по ходе? Множных людей и с теми, с кем я общаюсь, я знаю наизусть. И где вы встретились? Мы встретились в одном из ресторанов Москвы. И что там было? Да ничего особенного не было. Ольга, как всегда, привлекала внимание. Мы сидели с мужем, разговаривали. Нам ему все время говорилось, что я тебе наберу. Ну, а кто ваш муж? А муж известный хоккеист. Муж известный хоккеист, да. Красавец. А как зовут? Никита. А, Никиту я знаю. Конечно. Конечно, знаешь. Он сейчас в Америке, да? Да. А зачем вам? Вот посмотрите, Александра замула его жена, да? Да. А, видишь, она ее раскусила. Она сначала говорит, что ее не знает, а теперь знает. Да, да, да. Я помню этот вечер. А зачем? Зачем вам нужно было... Зачем Никита? Не, а мне Никита зачем? Мне Никита не нужно. Я с ним познакомилась как раз-таки в этом ресторане, с ним и с его другом. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Я очень часто сама знакомлюсь. А вот если видите, что молодой человек с девушкой, а вы известные, конечно, на вас реагируют. Когда я знакомилась с Никитой, он не был с девушкой, более того, он женился на моих глазах и звонил мне, и говорил, Оля, я влюбился, я счастлив. Я говорю, Никита, здорово, я тебя поздравляю. Но это вряд ли, влюбился он пять лет назад. Но, висит, мне он это не сказал, я-то здесь при чем? Просто интересно узнать, зачем? Зачем что? Зачем вообще подобные вот девушки себя ведут в друг с мужчиной? Подобные девушки какие? Девушки, которые ищут наживу у женатых с мужчиной. Дело в том, что я не ищу наживу. Может быть, вы входите в это число, раз вы женились, вышли замуж и оставили мужа, и он непонятно где находится. Почему-то она его оставила. Почему-то она прилетела неделю назад. Ну, слава богу. Ну, просто, если вы говорите про меня, не имея фактов, можете вымрать номер телефона, Никиты? А у меня его нет номера телефона, кстати. Нет? Ну, слава богу. То есть, если вы в следующий раз встретитесь, пожалуйста, будьте тогда... Если я встречусь, я подойду к нему, поцелую в щечку, скажу привет, как дела? А если будет рядом Александра? Просто поздороваюсь. Вас это устроит, Александра? Абсолютно. Вот, видите, вот мы и поговорили. Может, Жениховский? Ой, Ольга, когда тебе ноги вырвут... Ну, действительно, что она может сделать, если на нее обращают внимание? Ну, еще бы. Александра, я думаю, что тебе никакая опасность не грозит. Абсолютно. Да, выводит на чистую воду. Да, да, да. Какое счастье хотите, Ольга? Я, как любая женщина, хочу, чтобы меня любили, носили на руках. А вы, в свою очередь, что обещаете мужчине? Я очень верная и преданная. Если мужчина, который вас выберет, которого вы выберете, все у вас будет замечательно, единственным его условием будет исчезнуть с телеэкрана, прекратите вот в эти вот игрушки. Уйдете? Уже несколько раз были попытки. И что? И дело в том, что я поняла, к сожалению, может быть, к счастью, исходя из прошлых отношений, что всегда нужно рассчитывать только на себя. К сожалению, я не могу себе позволить такой роскоши. У меня есть семья, мама, сестра. Сколько лет себе отвели на то, чтобы, ну, реалити-шоу, чтобы вот еще вот так покрутить хвост? Всю жизнь. Я хочу работать всю жизнь. А через 10 лет представляете себя на телевидении кем? В идеале я хочу иметь свою программу, я хочу играть в театре. Я хочу сниматься в кино. А, она будет у меня своей телеведущей по всему миру. Она будет у тебя дома телеведущей. Я просто понимаю, что за обычного парня вы не пойдете. У меня был обычный парень. Ну, был, а после него, собственно говоря, не обеспеченный мужчина. И ваши, собственно говоря, привычки, и ваши желания, они достаточно дорогие. Вы знаете, я скажу сейчас такую фразу, что с милым в рай в шаше, конечно, наверное... Это не для меня сейчас. Но если я полюблю, то я готова жить на гречке, и моей зарплаты хватит на двоих. Перестаньте, Оль, перестаньте. Когда человек достаточно обеспеченный, когда она многое достигла сама, она, наоборот, ценит очень сильно вот эту материальную сторону. Да, этот комфорт, я думаю, что это она лукавит. Я ваша пиарщица, вы мне даже слова не даете. Сейчас вообще жених перестану вам. А вы моя пиарщица? А вы как думали? Так вы сразу сказали, что вы на моей стороне. Вас мне надо с рук сбыть. А сейчас с вашей, извините, речью я сейчас никому не пристрою вас, в конце концов. А меня не надо пристраивать. Меня не надо. Если кто-то меня не хочет, женихам сразу говорю. Я сложный, у меня характер сложный. Если не хватить, сразу обратно домой. Не буду ничего говорить. Василиса. Единственный знак в гороскопе вашем, вполне хорошем и благополучном, меня как астролога заставляет волноваться. Это луна в 26 градусе Тельца, в соединении с звездой Алголь. Потери головы. Вот я боюсь, что такие женщины, как вы, способны терять голову не только от любви, но и в других ситуациях. И по мифу, на самом деле Алголь – это глаз медузы Гаргона, голову которой отрубил Персей. Это ужасная история. Да, на самом деле, женщины с такими показателями иногда повторяют миф. Служа мужчине, и пествов себе свою женскую силу, они потом становятся жертвой в каком-то смысле мужчин. Я вам очень желаю не терять голову. Вот просто это единственное. Александра. А что я могу посоветовать? Я могу посоветовать быть аккуратней. В принципе, Москва маленькая. Жены бывают разные. Бывают позитивные, бывают очень негативные. Я люблю, когда девушка флештарь. Но не блондинка. Мой мастер мне все время говорил, Гузеева, искусство первичное, жизнь вторичное. Но я его не слушала и жила так, что жизнь первичное искусство вторичное. Поэтому я хочу сказать вам, проживайте свою женскую жизнь. Просто свою женскую жизнь. Будет телевидение, будет популярность, хорошо. Не будет, но у вас должен быть тыл. Вот я вам сегодня желаю встретить мужчину, который станет вашим тылом. Дай бог. После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Идите знакомиться с первым женихом. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я боюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я так интересная. Можно? Можно. Ольга, вы очаровательна. За 15 минут я поменял полностью представление о вас. В лучшую или с худшую сторону? В лучшую. Есть возможность уйти, пока не уйдет. Не уйду. Это вам. Вы так же прекрасны, как и эти цветы. Спасибо большое. Спасибо. Вас как зовут? И в жизни вы гораздо очаровательнее и обаятельнее, чем вы создали образ в масс-медиа. Спасибо. А как вас зовут? Меня зовут Вадим. Вадим, очень серьезно. Спасибо, проходите. Я думаю, что Ольга столько цветов за свою жизнь получила. Не важно. Важно внимание. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. С кем вы пришли? Я пришел со своими друзьями. Две Екатерины. Очень приятно. На друзей мало похоже, но бог узнать, сейчас время такое. Коля и Петь. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Вадим. 33 года. Был диджеем в ночном клубе. Сейчас фрилансер в рекламной компании и прораб. Может сделать ремонт в квартире своими руками. Мечтает построить дом в нетипичном архитектурном стиле. Вадим простил своей жене измену и признал ребенка зачатого при невыясненных обстоятельствах. А она снова забеременела от другого. Надеется, что Ольга остерегается случайных связей. В чем причина одиночества Вадима? В том, что он такой безразличный, жестокосердный, равнодушный или на самом деле так любил? Да что ты. На самом деле просто у всех представления о любви абсолютно разные. Поэтому, конечно, здесь нет жестокосердия. Просто он хотел мучиться и страдать. Для него любовь – это такой поток чувств. Поэтому, когда человека любишь, вот такие люди, как он, воспринимают любовь через страдания. Очень хочется, чтобы был внутренний непокой. И всегда кажется, что если женщина сейчас себе создает проблемы, ты сможешь их через какое-то время преодолеть, и у вас все будет хорошо. Но не со всеми женщинами так случилось. Я надеюсь, что всегда умирает. Роза, а на твоем рынке как оцениваешь товар? По сути, в принципе, брутальные. Наверное, похоже на как вот на предыдущего. Ну, так, в принципе, ничего. Вадим, скажите, а как вы узнали, что жена изменяет? Почувствовал просто сердцем, что надо приехать. Вот в тот момент что-то ёкнуло, и я за себя. В общем, выбили дверь в солярий, и оказалось, что она там с малолеткой обнаженной загорают. Да. А зачем он выяснять, что у тебя жена изменяет? А если он такой же бузов, он что-то опять будет проверять, она же ему будет изменять. Сопроцентно будет изменять. Избили? Ну, было дело, да. Ужас. Просто, ну, надо понимать, что к замужней женщине надо осторожно. А почему не выгнали, не собрали вещи? Была долгая такая ситуация. А как она вам объяснила вообще явление этой грязи в вашей жизни? Она сказала, что у меня ничего не было. То есть то, что... Мы загорали? Это мой друг, это мой друг, да. Это мой друг, и мы всего лишь друзья, да. И через 9 месяцев родился ребенок. Была ситуация, когда мы... После этого мы собирались расходиться. Были чувства, было плохо, было... Ну, все, фонтан чувств, фонтан эмоций от крайности в крайность. Но, тем не менее, на тот момент я любил этого человека, и решение о том, чтобы простить ее, тоже... Как узнали, что это все не ваше? Ну, я не делал ничего, ни анализов, ничего. Я просто принял этого ребенка как... А почему тогда решили, что не ваш? Этот, как раз этот роман ее происходил в тот момент, когда... То есть она сказала, да, что это... Нет, она не сказала, она все отрицала. Смотри, глазки твои, ротик твой. Да, 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 конечно, они все маленькие, они все похожи. Это же копия, тоже высенький. А как случилось, что и второй ребенок не от вас? Вторая ситуация, которая получилась, это по прошествии мальчика уже 2 годика стало. И в один определенный момент мне сказали, что... Я начал замечать, во-первых, что человек начал себя, по-моему, вести. Во-первых, женщина, когда влюбляется, она начинает вести себя по-другому. Нет, там мужчины, которые очень сильно любят, они тоже все время что-то могут заподозрить в женщине. Это им кажется, что она видела себя по-другому. Да ну что вы, ну о чем вы говорите? У меня развита интуиция просто. Я сжимаю. Живот растет, а вы что, с ней не спали в это время? Она была вашей женой? Спали, предохранялись. Ну, знаете, по-разному бывает. Так вот, она ушла к своему мужчине, от которого забеременела, да? Вот сейчас она беременна, живет с ним? Беременна и беременна в данный момент. А если бы она не ушла к нему, вы бы приняли этого ребенка? Нет. Любовь прошла или потому что надоела? Нет, ну зачем повторять ошибки, которые происходили? Хорошо, Вадим, что у вас не так? Может быть, потому что вы своим прощением разрешали ей поступать вновь и вновь вот так? Ну, может быть, потому что со мной немножко скучновато, потому что хочется стабильности. И постоянно я в процессе работы, постоянно очень много работаю. Ну и многие мужчины сегодня, чтобы выжить, вот так работают. Для того, чтобы держаться на должном уровне, надо постоянно работать, зарабатывать деньги. Ольга, вы как-то взгрустнули. По ее выражению лица видно, что все плохо. Все плохо. А у вас есть какие-то предположения? Вот есть же такие мужчины, есть категория таких мужчин, которые будут мучиться и прощать всю жизнь. Вот есть такие... Ну, мазохизмом я тоже не страдаю. Нет, не страдайте. Но мне удивительно, что вы берете вину на себя, но при этом обвиняете себя неверно. Вы просто боитесь самому себе признаться, что вы выбрали не ту женщину. Отчаянно не ту. Вы сразу видели, что это женщина-приключение, что с ней всегда будет происходить нечто. Но вам ужас. Просто до смерти хотелось этого приключения. Вы его получили по полной программе. Но вы сейчас пришли к девушке, которая тоже девушка-приключение, в общем. И я понимаю, что ваша история продолжается. Да, будете наступать на те же самые грабли. Потому что та девушка, о которой вы мечтаете, вы мимо нее пройдете. Нет, мне кажется, что Ольга подругая. Другой человек. Нет, послушайте, никакой она не другой человек. Вадим, это как есть женщина, которая от одного уголовника переходит к другому уголовнику. Потому что это ее психотип. Ее другое не возбуждает. Так есть мужчины, которые любят плохих девочек. И ничего, вы так и будете жить с девочками. А вы знаете, какая Ольга дома? В домашнем ценоте, какая она в семье? Мы знаем ее Ольгу, больше знаем, как образ созданный. Ой, как хорошо, что мы не знаем. Им же так хочется это видеть. Ой, что ж он такой наивный. А, даже если жалко, зачем вот Абузову? Представляешь, он будет самым участным человеком. Абузову, что это что? Сценарий, и за 4 года, в процессе которым я была в качестве участницы, ни один человек не подходил и не говорил, что нужно делать мне или другим ребятам. Ну, вообще, конечно, элемент эксгибиционизма в вас присутствует. Естественно. Я люблю. Чем больше народу, тем мне комфортнее. Ты чувствуешь в нем соперника? Да я вообще соперников ни в ком не чувствую. Особенно, когда речь идет об Ольге Бузовой, у которой все в порядке уже. А у вас есть сюрприз? Покажите, пожалуйста. Проходите, Оль. О, ничего себе, как красиво. Этот сюрприз, который сделан своими руками. Обалдеть. Идеальный мужчина. Нет, в принципе, давайте отдадим этому мужчину Бузову. Да, давайте Бузову в наказание отдадим ему. У меня как раз нету хорошей лампы. Спасибо вам огромное. Так что будет согревать и давать свет тебе. Молодец, своими руками. Девчонки, у вас хороший друг, забирайте его. Пойдемте, спасибо большое. Ну, по-моему, все прошло удачно. Екатерина, понравился жених? Ну, хороший, добрый, непонятно, конечно, как там с детьми обстоятельства, алименты, не алименты. А как же, алименты, да, и хорошие алименты. До сих пор любит ли он ту свою единственную ненаглядную. Вообще, очень положительный молодой человек. Ну, по тем вопросам, что тебе задавали, было похоже, что вот ты просто какой-то там, я не знаю, мазохист. Ольга? Ну, он очень добрый. В чем доброта его? А вы знаете, во все прощение. Она поняла, да, что ты действительно добрый человек. Это очень важно, что она подметила. Он так нервничал. Для меня это очень важно, потому что мне важно понимать... Ну, он волновался, да, он волновался, у него дрожали щеки, а это значит, что я ему действительно нравлюсь. Спасибо, Роза. Ну, хорошо то, что Вадим не ревнивый, потому что с вами можно с ума сойти просто от ревности. Единственное, жалко парня надорвется, грыжу на работу, потому что сколько же он должен работать, чтобы вас содержать. Ну, и вам, собственно говоря, он мало подходит. Почему? Потому что закон семьи гласит, не жалей денег друг на друга. У кого денег больше, таково правило, тот и тратится больше. У вас денег больше, значит, тратится будете больше. Вам это надо? Ой. Ну, она же сказала изначально, что материальная страна ее не волнует. Изначально, она же говорила так, когда пришла. Вадим жить не может без вот этих самых страстей. Его как раз чувство, его любовь и будут подогревать вот такие вот ваши провокации. Он должен вас ревновать, иначе его любовь потухнет. Поэтому ваши гастроли, ваши отлучки, телевидение, тусовки, это все хорошо. Вадим сам, как бабочка на свет, летит вот к таким, как вы. Блондинка, крашеная. Вась. Ну, может быть, немножко будет истить вашему самолюбию то, что если Вадима выберете, будете самой главной женщиной в его жизни. Потому что так ваши гороскопы цепляются, что, пожалуй, более яркого опыта у него может не случиться. Мне кажется, любой женщине приятно все-таки осознавать такое. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Идите знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Спасибо. А, мне так интересно, скажу, ровно все интересные. Я подглядываю. Ольга, привет. Привет. Я Вадим. Я Ольга. Я, конечно, не видел тебя никогда на экране. Ничего страшного. Вижу тебя первый раз. Это же и к лучшему. Да вы что? Начнем с чистого листа. Спасибо. Спасибо. Ну, смелый, смотри, сразу взял ее за руку. Да, да, да. Начнем все с чистого листа. Здравствуйте, Вадим. С кем вы пришли? С моими друзьями Регина и Сергей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Вадим, 41 год. Олигарх. Занимается недвижимостью. Увлекается яхтингом, дайвингом, парапланом и здоровым образом жизни. Объездил весь мир. Планирует построить ремесленный город мастеров. Прожив пять лет в гражданском браке, Вадим изменил жене. И с этого момента она решила, что он ей должен по всем статьям. Надеется, что Ольга не променяет достоинства на деньги. Чем причина одиночества у Вадима в большой занятости или высоким требованиям к женщинам, к девушкам? Я уверена, что Вадим никогда не хотел жениться, на самом деле, по-серьезному. Потому до 41 года и гуляет в одиночестве. Но, может быть, сейчас уже изменил все-таки своим намерением. Розе понравился, значит, Бузовой не понравится. Они как-то, хоть она и слаха, но как-то они не могут найти общего языка. Может, он сейчас кольцо подарит еще, неизвестно. Притом тебе, Розе. А мы его с тобой распилим. Да, правда, конечно, с денежками вы не особо хорошо расстаетесь. Откуда ты знаешь? Разведка донесла. А как это вы жене своей изменили? Зачем? Это было уже на излете наших отношений. Было много работы, просто очень много. Я работал по 25 часов в сутки, и брак ушел на второе место. И работа была первая. Ну и, соответственно, когда много делаешь работе, ну... А зачем жене признались? Просто был очевидный факт изменения. И вот она решила, ладно, все равно его не брошу, потому что богатый, что я дура, что ли. А я на этом еще и заработаю. И вот стали вы за свой грех с ней расплачиваться, да? А что, извините, они должны какую-то компенсацию, в конце концов, получить? Хоть-то унижать мужчину. Как-то унижать? Просто такая история написана, за что купил, за то и продаю. Ну, это была интерпретация. Ага. Так что было-то потом? Интересно. Ну, хоть как-то... Вы знаете, это не интерпретация. Я всегда невестам говорю. Если вы думаете, те дворцы, которые построили и считаются чудесами света, от большой любви вы нам этих строите, нет. Это вы так свои грехи замаливаете. Поэтому очень даже верю, что и колечки покупали, и браслеты покупали, и... Кстати, кстати, я вот здесь с вами соглашусь. Чем дороже подарок, тем больше, значит, накосячил. Вот. Просто, видимо, у нее тоже это еще все не наболело, поэтому она соглашается с Розой о том, что это если накосячил, то, соответственно, чем-то отмаливает свои грехи. Послушайте, ну, имей такие возможности, так хорошо выглядит. Но вряд ли она у вас была первой сожительницей. Нет, конечно. Еще нарны были. Официально не были женаты? Официально не были женаты. Почему? Ну, вообще-то, да, такие деньги. Я не хотел детей. Нет, детей не хотел раз, а потом, послушай, это же, если что, у нас шпилить-то будет пополам, если официальный брак. Контракт. Контракт. Водолей, Водолей. Слышь, вы как хотите? Много тут у вас крашеных приезжает в Москву. Два раза в телевидении появились. В моем случае будет тоже контракт, потому что мне тоже не надо, чтобы вы меня забирали, если что. А детей хочешь? Конечно. Хочу очень много. А когда? Троих. Я хочу два мальчика и одну девочку. Отлично. Две девочки и один мальчик. Нет, два мальчика и одна девочка. Оля, а когда? Вот, как появится муж, я же не могу рожать от святого духа. Не в ее вкусе. Ей нравятся такие брутальные мужчины. Последние ваши какие-то такие яркие переживания любовные, расскажите. Было, да. Да, да, вот это интересно. Ну, вообще, я романтик, я влюбляюсь обычно с первого взгляда. Так. Ну, и? Нет еще пока? Сейчас нет. Сейчас у меня сердце свободно. То есть не успела занять за первую секунду? В данный момент нет. Ну, как раз, Ольга, а вот это вот двухлетняя, мечта о двухлетнем свадебном путешествии? Ну, это у меня... Я хочу, я много путешествую, я, в принципе, уже последние там 6-7 лет, я путешествую там 365 дней в году. И при этом еще хотели бы детей. Вот я думаю, она как прямо там в самолетах, пароходах будет... Ну, наверное, они все-таки будут останавливаться где-то в цивильных местах. Там она будет рожать и быстренько опять на пароход. Отличный вариант. А потом только единственное, вот вам, когда вы будете на пароходе, можно так вот, допустим, токсикоз перепутать с сукачкой. Так и будете думать, что она вечно беременна, и просто будет элементарно тошнить. Мы перейдем на другой вид транспорта. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вы сможете бросить вот на эти двухгодичные? Работу? Нет. А как дети? Я буду совмещать. Три ребенка и... Ну, хорошо, скажите, Вадим, вот вы, не знаю, собираетесь с такими же олигархами, как вы, где, допустим, прошлое, настоящее, ваша половина очень значима. И вы вот говорите, ну, это Ольга, ну, она... По молодости в реалити-шоу. Ну, сейчас нет, сейчас нет, ну, что вы, ну, это было и раньше, понимаете? И постарайтесь это как-то. Готовы терпеть этот позор всю жизнь? Позор? Что было раньше? Ужасно было. Лучше вам не знать. Да нет, она и при вас будет там туда. Я же говорю с чистого листа. Оленька подрастроилась. Да, расстроилась. Да, Оленька сидит вообще. Ей нужно, чтобы ее любили. А тут он сам себя любит. Вадим, я знаю, для сюрприза вам не нужно выходить. Покажите его на месте. Пожалуйста. Ольга, я подготовил два подарка на выбор. Нужно из двух выбрать один. Первый. Это полет на тандеме. Я пилот. Мы вдвоем поднимаемся под облака и летим много-много километров. Прилипку. Как птиц. Класс. Не опасно? Конечно, опасно. А со мной опасно, потому что если я взлечу, обязательно парашют не раскроется, или мы упадем, потому что у меня постоянно такая энергетика, что все вокруг. Я справлюсь. Да, ну ладно, хорошо. И второе, да, тоже второе. Одно из вторых мы решили – это тантрический массаж. Совместный? Как вам не стыдно? Я не исполняю это. Я как-то не стыдно. Ты должна выбрать, какой из них тебе нравится подарок. Я даже не знаю. Если вы будете делать массаж, то может сравниться с этим. Но я думаю, что ощущение будет полет в небесах. Четыре с половиной часа, я лично. Я думаю, что массаж безопаснее, Оля. Четыре с половиной часа? Ой, нет, пожалуй, полет. Четыре с половиной часа тантрического массажа? Полет, Оля, кажется. А полет сколько длится? Столько же. Но только после полета она вряд ли забеременеет, а после тантрического. Поэтому выбирайте второй. Нет, подождите, я еще не выбрала. Я... Ты выберешь. Самолет, ваше время. Полет? Да. Молодец. Как бонус, тебе второй подарок. Я буду проверить, что ты будешь. Спасибо, Вадим. Отправляйтесь в свою комнату с друзьями. А, телефон оставил. Ну что? Вау. Ну, целый вау. А, телефон, это хорошо. Интересно, а скольким девушкам он уже предлагал? Многим. Таким. Что вы скажете? Его увлечение спортом показывает, что человек ищет острых ощущений, и для него важен процесс завоевания девушки. А потом она ему перестает быть интересной. Сто процентов. Она взяла, чтобы по приличии. Да, да, да. Так я возьму. Сама хотела массаж. Не, ну надо по приличии выглядеть. Я возьму полет. Что скажете? Ну, мне тоже показалось, что молодой человек больше времени уделяет себе, развлекает себя. Все делает только для того, чтобы удовлетворить свое самолюбие. По поводу подарка тоже, чтобы был только с ним и никак по-другому. И что вы скажете? Я могу сказать, что то, что он сказал, что он хочет детей, это, конечно, приятно, но я думаю, что это очередная его похоть, прихоть. Вот хочу сейчас так, но я ему не верю. Ну, это... Ну, нет, в Росамбушке меня представили богат. Это ошибочное впечатление просто у них. Они плохо тебя знают. Мне всегда напрягают люди, которые не пьют, не курят. В 41 год ни разу не был женат, детей нет, но об этом мечтаю. Как-то очень мне показался Вадим мутноватый. Ну, не знаю. Ну, я просто раньше, я же не дозрел, я только сейчас созрел. Ну, я не вижу вас с женой обеспеченного человека, потому что это отдельная профессия. И вы не из тех женщин, которые потерпите то отношение, которое у него есть к женщине, в общем-то. Ну, не ваш мужчина, не ваша профессия. Да, ты да, она знает, какое у тебя отношение вообще. А то, а ничего себе... А что она тогда не считает, что она может быть... Я тантрический массаж делаю каждый день. Я абсолютно уверена, что его почти нереально женить в ближайшее время, потому что он сам этого не хочет. И, конечно, рассказывал о своей вот этой печальной истории гражданского брака, который закончился больше 10 лет назад. Ни слова не было сказано о том, как он тренировался в тантрическом массаже за эти 10 лет. Нет, вероятно, преуспел, я подозреваю, потому что он пытался пропихнуть эти свои сексуальные интересы. Интересики вам все-таки в последний момент как дополнительный бонус. Что могу сказать? Действительно не отвечал, вел себя достаточно скользко. Ну, наверное, идеальный тип любовника, чтобы побыл рядом и в конечном итоге исчез с вашего горизонта. Ну, конечно, не кандидат муж я. Но любовники мне не нужны. Они, знаешь, что? Они меня спасают. Спасают? Да-да-да, кстати. Спасите вас. Это точно. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Ольга, встретиться с третьим женихом. Удачи. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, принцесса. Позвольте я поцеловать вам ручку. Ой, как приятно. Спасибо. Перед передачей я подготовился, изучил все материалы и видео, и фотографии. О, Боже. Спасибо. Спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Анатолий, очень приятно. Спасибо. Он какой-то неестественный. Скользкий тип. Здравствуйте, Анатолий. С кем вы пришли? Я пришел с моими друзьями. Это Влад и Ирина. Прошу любить и жаловать. Да, очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Анатолий. 28 лет. Пять лет проработал в банке. Сейчас пишет диссертацию. Путешествует по миру, совершенствует английский язык. Все свои мечты сразу же реализует в жизни. Спустя пять лет совместного проживания, возлюбленная Анатолия захотела замуж. Но он не был готов к браку. Надеется, что Ольга разбудит в нем настоящее чувство, и с ней ему будет интересно каждый день. Василис, старшему герою скучно в браке, или он боится свободу потерять? Знаешь, Лариса, еще астрологи лет 300-400 назад говорили, что если у мужчины в гороскопе Венеры в кардинальном знаке, он никогда не бывает до конца, ну, как бы рад, никогда не бывает до конца доволен одной и той же женщиной. Все время что-нибудь доподтачивает. И, в общем, это вот ситуация, в которой всем бы хороша, но вот что-то все не то. Поэтому гонит вас вот так путешествие, вы не работаете, путешествуете, английский совершенствуете там. В общем, занимайтесь с собой любимым. Ну, мне кажется, это тоже из серии такой самовлюбленный нарцисс. А что, завидный жених, перспективный, смотрите, загорелый, хорошо выглядит. Рост, тебе не кажется, что он очень не уверен в себе для 28 лет и для банковского работника? А что ж не уверен-то? Если можешь себе позволить отдыхать постоянно, явно уверен. Диссерта пишет, значит, с головой все в порядке. В принципе, стоит рассматривать, рекомендую. А чем зарабатываете, на что живете? Ну, я путешествую, зарабатывать нет времени. А нет, а путешествуете на что? Выиграл деньги, поехал попутешествовать, проиграл деньги, вернулся. А где выигрываете деньги? На бирже? Деньги, ну, можно и так сказать. У него, наверное, такая профессия, что озвучить ее просто не решается. Вот, как я понимаю, Анатолий вообще экстремал. Деньги взял, а вдруг там наедет, извините, с долговыми обязательствами товарищи некоторые, посадит, не дай бог. Вы верная, преданная? Вы знаете, я могу сказать, что... У меня была сумасшедшая любовь до проекта, мало кто об этом знает, знают близкие, и этот мальчик играл. И он не курил, не пил, он был очень хорошим спортсменом, но он играл. И это ужасно. То есть вы не будете его из тюрьмы ждать. Нет, ну, игра, когда игра, это азарт, а когда это одно дело, а когда игра, это заработок денег и средства к существованию добываются таким образом, это другая история. Друзья, давайте не будем здесь обсуждать какие-то страсти, там сумасшедшие... Вас узнать за 15 минут, худо-бедно, чтобы иметь представление о вас. Как вы считаете, о чем нужно говорить? Я могу просто рассказать о своем восприятии. Что у вас есть особенного? Что есть у вас, что вас выделяет вот среди, ну, нельзя, в толпе мужчин? Выделяет? Ну, я очень разносторонняя личность. Я люблю глубоко проникать в суть вопросов, в суть вещей. Я мудрый. Я, в общем, могу многое дать женщине. А почему не дали ту самую, которая была рядом с вами довольно долго, аж 5 лет? Ну, о прошлом я бы не хотел говорить, потому что это на самом деле... О прошлом вы не хотите говорить, настоящего нет, потому что, ну, путешествуете, ну, говорите... Как нет настоящего? Я сейчас здесь, это настоящее. Нет, вы сейчас не здесь. Вам тогда для чего жена? Скажите, жениться хотите? Зачем? А, вы вот об этом интересуетесь. Ну, вообще-то это программа, да, такая. Давай поженимся, как бы. Ну, вот я и хотел более серьезно затронуть аспекты, но они как-то не дают. Пожалуйста, затроньте. Я не ставлю цель какую-то жениться, да? Важно жить в гармонии. Мне кажется, не стоит связывать понятие брака с какими-то ограничениями. И, вы знаете, многие люди терпят крушение в этом плавании именно по этой причине. Брак не должен быть ограничением, он должен быть допингом, понимаете? По-моему, уже он должен был перегореть уже мальчишеством, то, которое он сейчас преподносит. И уже пора бы задуматься о серьезной жизни и о семье. Кого вы хотите видеть рядом с собой? С собой? Индивидуальность. Интересного человека. А как вам кажется, Ольга, вот та самая индивидуальность, за которую есть смысл бороться? Да, мне кажется, она индивидуальность, конечно. А что вас в ней, вот, ну, как бы сказать, притянуло? Ну, вы знаете, это, наверное, стереотип, но мужчина сразу видит блистательную внешность героини нашей, да? Вот. И уже это вот выходит на первый план. Хотя это неправильно, потому что важнее, что внутри. Анатолий, я знаю, что у вас сюрприз, для которого мне нужно выходить. Да, да, да. Спасибо вам. Ну, пожалуйста. Да. Ну, такой сюрприз. Я не знал, на самом деле, что подарить человеку, у которого такая жизнь разная, бурная, да? Вот. И я решил вручить некое такое приглашение, да? Я и мои друзья, мы иногда играем, и в формате игры у нас происходит общение. Вот хотел бы и пару раз тебя вскрыть и понять, где ты блефуешь, а где ты настоящая. А она нужна, ему нужна ставка хорошая. Да, 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 да. Это спортивный покер, да? Спортивный покер? Ну, не спортивный. Да, это игра покера называется. Да, можно поиграть. Прямо здесь. Ну, давай поиграем. Спасибо. А вы принимаете этот... Да, посмотрим, да. Спасибо, проходите в свою комнату, скоро узнаете, кого Ольга выбрала. Спасибо. 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 Ну что, ставки сделаны? Ставки сделаны. Екатерина и Василий. Я даже знаю, что вы хотите сказать. Самоуверенный молодой человек. Слишком. Да, ни на один вопрос категорично не ответил, увиливал, рассказывал, непонятно вообще, что он хотел нам сказать, доказать. А сюрприз очень удивил. Покер – это не про Олю. Ты же не игрок. По-другому до тебя воспринимали вообще все. Я хотел как-то ее, понимаешь, продолжить это знакомство. Что вы увидели? Я увидел, что человек, который пытается отойти от стереотипов и боится таких слов, как стереотипы, форматы, ярлыки, поэтому первый брак-то не состоялся. И второй наверняка не состоится. Он игрок, он смешной, очень расхлябанно раскованный. Но это может быть другом, который завтра придет и скажет, Оль, займи пару тысяч рублей, а сигаретку пить не буду. А я дам. А мне нравятся их выводы. А что вы скажете? Мне он неинтересен, как мужчина вообще. То есть, если... Мне даже с ним флиртовать скучно. Абсолютно. Да, я с вами согласна. Человек, который так много говорил о стереотипах, он просто абсолютно является вот таким, ну, наглядным стереотипом. Абсолютно. Ну, просто настолько предсказуемый. Знаете, когда человек не отвечает ни на один вопрос, он просто не знает, что ответить. А не потому, что он такой суперзагадочный и умный. Ничего, абсолютно пустой, как барабан. Больше ничего не увидела. А мне Лариса нравится. Во-первых, мне почему-то Анатолия стала жалко в том плане, когда мужчина вот так шифруется или не имеет представления, там, как товар он, куда лечу, чего хочу, скорее всего, от чего-то защищается, в общем-то. Явно какая-то внутренняя боль. Поэтому и не рассказывает, и нечего рассказывать. Вы тоже, кстати, очень много говорили, а по сути своему мало что узнали о вас, в общем-то. Потому что весь тот образ, который вы рисуете в течение программы, он к вам не имеет никакого отношения, в общем-то. Я думаю, что вполне могли бы помочь друг другу. Вам выйти из этого образа. А почему бы нет? В конце концов, жена помогает мужу, а муж помогает жене. Очень даже. То есть вы как свахом не его не делаете? Ну, на самом деле, все время, пока здесь Анатолий присутствовал, сидя в этой вальяжной позе, я все время вспоминала Толстого и молодого Ростова, который после первого сражения из себя изображал уже такого тертого гусара. Я, конечно, списываю, прошу прощения за астрологический жаргон, на то, что транзитный Сатурн у него идет по Меркурию, это обычно всегда человека делает косноязычным. Поэтому в обычной жизни он разговорчивее. Будем, по крайней мере, делать вот такую ему поблажку. Но то, что он сидел в этой позе, то, как он нервничал, краснел, волновался, но слишком перебор был. Очень в себе не уверен, не знает, что может вам предложить, поэтому ни о прошлом, ни о будущем говорить не может. Ну, а потому что не о чем говорить. Не о чем говорить. Значит, нужно было быть поконкретнее. Конкретнее просто ответить на вопросы. По конкретнее. Пару вопросов ответила, а остальное расплылся. Екатерина и Василий, есть достойные вашей подруги кто-то? Кого советуете? Мне кажется, Оле будет скучно со всеми, и она не найдет общих тем для разговоров. Я никого не советую. Спасибо, что вы скажете. Сложно очень выбрать, но, на мой взгляд, подружиться можно было бы с Вадимом номер два. Я думаю, что она меня не выберет, потому что она будет выбирать по имиджу, который ей нужен. Потому что она играет как актер. Она выберет просто хорошего парня для себя. Выберет хорошего парня, кого того, что нужно. Хороший имидж. Я вам хочу сказать, единственный человек сегодня, более-менее естественный, был первый Вадим. Все остальные, включая Ольга, вас. Вы уже настолько заигрались на камеру. Мне кажется, вы уже забыли, какая вы на самом деле. Очень уважаю ваше мнение на те люди, которые меня знают, близкие. Какая я в жизни, такая я и на работе. И это мое самое главное качество, наверное, это искренность и естественность. Я думаю, вам стоит выйти сегодня с Вадимом. Как ты оцениваешь свои шансы? Зайдет она в эту комнату? Ну, я думаю, процентов 60. За то, что зайдет, да. Я тоже предложила Вадиму второго. Ты второго? Второго. А что, деньги есть? Научу, как, чтобы поделился в конце концов. Там не факт, что есть рост, понимаете? Да есть там, есть. Ну, я как тоже сомневаюсь. Разведка-то не слава, что есть, да есть. А что звезды? Ну, ты знаешь, Лариса, я как всегда не про деньги. Я считаю, что все в жизни должно быть такой дорогой к счастью. Вот мне кажется, что на нашей программе сегодня ни второй Вадим, ни Анатолий, они не заинтересованы искать счастье в женщине, в чем-то другом. Только первый Вадим, ну, мало того, что пришел сюда за настоящими отношениями, так еще я еще раз говорю. У вас такие в гороскопе завязки, что вы можете осчастливить его, ну, хотя бы вот самим даже фактом какой-то, может быть, дружбы с ним или знакомства. Хотя мне кажется, что вы его сейчас сильно недооцените. Очень советую просто настоять на первого Вадима. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас поддержим в любом случае. Идите к своему избраннику. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс номером по телефону 4-4. Мы не знаем, если только одна, или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Спасибо. Ура! Это я. Очень рад, что ты выбрала меня. Я хотел бы узнать твои человеческие качества поближе. Я хотел бы познакомиться и пообщаться с тобой. Искренне, и я очень люблю ценю таких людей. Спасибо. Ну, смотрите, что неплохо. Вставайте рядом. У нас есть пара. Ольга и Вадим. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Удачи.